В своем гараже Андрей Машин хранит продуктовые запасы на зиму, но рассказывает, что уже несколько лет подряд их приходится выбрасывать, потому что погреб полностью оказывается в воде. Мы наблюдаем иногда, что коллекторы канализационные не закрыты положенными крышками металлическими, лежат какие-то сверху плиты, кто-то непонятно их отодвигает, бывает, и прохожие, дети балуются, бросают камушки. Четвертый день в подъездах этого дома стоит невыносимый запах. В подвалах уровень воды достигает полутора метров. Дворы и дороги оказались затопленными нечистотами. Службы водоканала не принимают никаких решений, управляющие компании не принимают никаких решений. Звоним с утра до вечера, результата никакого нет. В квартирах дышать невозможно, подвалы залиты. Эти дома были построены в 60-х годах прошлого века. И по словам жильцов, которые заселились сюда почти сразу после постройки, канализационная система здесь не менялась ни разу. Такая проблема, как потоп, возникает практически каждый год на протяжении уже более 30 лет. Кроме дворов, подвалов и дорог, последствия аварии затопили и спортплощадку на территории одной из соседних школ. В водоканале пояснили, с чем связана проблема. 1964 года постройки водопровод диаметром 100. Это сталь. На сегодняшний день там произошла авария в связи с ветхостью водопровода. Сейчас силами управления водопроводного хозяйства наше предприятие авария устраняется, работы ведутся. На сегодняшний момент, на данный момент отключено 10 многоквартирных жилых домов от водопровода для устранения аварии. Один детский садик, одна школа. По словам представителей водоканала, завтра потоп и его причины должны быть уже устранены. Максим Никитин, Андрей Ключников, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.